Выключай огни Я все тебе отдам Мне не жалко, неприятно У меня в тебе особый интерес Я как кошка, любопытна Ты почувствуешь это и скажешь Есть моя ваниля Твои желания Ловить на лету любя Безумие мое Ты не забудешь никогда Добрый вечер, это программа Persona Grad И сегодня речь пойдет о музыке У нас в гостях популярная певица Анжелика Агурбаш Добрый вечер и добро пожаловать в Нью-Йорк Благодарю вас Анжелика, вы такой красивый человек Вот реально красивый человек Я вам должен об этом сказать в самом начале программы Потом будет поздно Спасибо Вы первый раз в Нью-Йорке, правильно? Удивительно, но факт Да, я впервые в Америке И как вам наш город? Я восхищена Она поражает своими масштабами Поражает, естественно, разнообразием жизни Поражает количеством, естественно, шоу Невероятных, потрясающих творческих проектов, естественно И что еще поражает? Поражает, конечно, своей свободой, своим духом Потому что здесь особый воздух, какой-то разряженный Здесь чувствуешь себя совершенно по-другому Естественно, я, кстати, живу на 37-м этаже в отеле Кроссорта И у меня было такое ощущение, когда я впервые выглянула на улицу И посмотрела, у меня было такое ощущение, как будто я участвую в съемках фильма И нахожусь в каком-то фильме удивительном Потому что до этого мы видели Америку Я видела Америку, естественно, в голливудских фильмах И в каких-то стильзионных репортажах А сейчас я здесь Я здесь, в Нью-Йорке, я в Америке Я безумно счастлива Ну, оправдались ожидания? Конечно То, что вы видели в кино и на картинке Несомненно, даже больше Вы ведь родом из Беларуси Да, я родилась в Беларуси Вот как объяснить тот факт, что в последнее время Очень многие ваши соплеменники, соотечественники Они вырываются из Беларуси И становятся довольно популярными за пределами В России вы имеете в виду Да, но очень многие люди Рыбак и так далее Потому что Америка, Голливуд является кузнецей звезд Мировой кузнецей звезд Для советского постпространства Москва является своеобразным Голливудом Поэтому, естественно, все стремятся в Москву Точно так же, как и все стремятся в Америку, в Голливуд Чтобы стать известным, популярным И не только внутри своей страны А еще и за ее пределами Потому что я считаю, что, естественно Наступая такое время То же самое произошло со мной в Беларуси Когда я все, что могла, я уже сделала И мне стали немножечко... Мне захотелось бы больших просторов творческих А потом, естественно, в Москве концентрируются все лучшие творческие силы Лучшая студия звукозаписи, лучшие режиссеры, лучшие композиторы, поэты И так далее, и там падают лучшие телеканалы, естественно Там по-другому выглядишь На хорошем телеканале выглядишь совершенно по-другому Вы начинали с кино Экзамен для директора был такой фильм Да, было очень давно Я училась в школе еще Вот этот переход Там нигде в вашей биографии не было сказано, что вы пели Вы, наверное, очень авантюрный человек Я думаю, что вы запели Это была своеобразная авантюра Я не могу сказать, что я авантюрная Я просто ничего не боюсь И я живу естественно Очень естественно, открытым сердцем, открытой душой И я запела В моей жизни все происходит естественно Я снялась в кинокомедии вместе с Альтовым и Задорным Не понимаю, будучи студенткой театрально-художественного института И потом у нас были роскошные творческие вечера Демонстрация фильма, премьера фильма И потом творческий вечер со звездами, которые снимались в этом фильме И я брала в руки гитару и пела романсы Я это делала с большим вдохновением Отличный успех на то время И на один из таких концертов Пришел руководитель знаменитого ансамбля Верасы В Белоруссии Помните, в Малиновке заслышал голосок И так далее И предложил мне стать солисткой ансамбля Верасы Я сразу согласилась Я пять лет проработала солисткой ансамбля Верасы А потом ушла в самостоятельную творческую жизнь А как вы сочетались? Ваша карьера в индустрии красоты Вы ведь королева красоты Белоруссии Пение, спектакли, театры Что превалировало? Дело в том, что в моей жизни было три конкурса красоты И все три конкурса я выиграла Я была первой в истории Белоруссии Последней в истории СССР Мисс Фото СССР И в 2002 году я стала самой красивой мамой России Конкурсы красоты Они были абсолютно параллельны Моей жизни основной Не предавали вам такого значения Не предавали Может быть, поэтому я их и выигрывала Потому что я выходила с легкостью А так всегда было? Для меня не важно было победить Для меня важен был кураж Для меня важно было само действие Интересное И естественно, когда у тебя твоя красота Еще подтверждена тремя коронами Это придает шарма И уверенности в себе Естественно Но в основном о вас за пределами родины Вашей родной страны Республики бывшей Заговорили, когда вы уже появились в Москве И начался ваш такой российский международный этап Правильно? Да Вы помните утро, когда вы проснули знаменитый Когда, выйдя в магазин за картошкой Вы заметили, что кто-то обращает на вас внимание? Конечно, помню Впервые это было в Белоруссии, естественно Когда я выиграла первый конкурс красоты Девушки впервые выходили на сцену в купальниках И было приковано все внимание общественности Публики, телевидения, прессы И на следующий день я просто Сказка о Белорусской Золушке Я проснула знаменитой Я не могла уже ездить в метро Потому что все говорят Белорусская красавица, белорусская красавица Первая красавица Меня, кстати, до сих пор называют Первой красавицей Говорят, вы слышите, ну же Столько было королев красоты после меня Говорят, нет, у нас как Юрий Гагарин Первая А в России это все произошло Долгий был путь Несколько лет, естественно Для того, чтобы я привыкла к другой стране К другой атмосфере Потому что Москва очень сложный город, естественно И самое главное Творческая публика И творческая, так называемая, тусовка Должна тебя принять Вот в этом всегда проблема Сейчас я себя чувствую Сейчас я себя чувствую абсолютно естественно Я своя, слава богу Я комфортно себя чувствую Даже когда меня узнают В магазинах, в ресторане Говорят, вы в жизни намного лучше, чем на экране Как раз таки всегда происходит наоборот Мне это льстит, конечно, это приятно Несомненно На самом деле Потому что многие артисты Понты когда-то в России Да ну что вы Ко мне не подойти А раньше тогда выходить на сцену Не верьте ни одному артисту Который так говорит Потому что мы работаем Мы, естественно, творим для того Чтобы нас узнавали Для того, чтобы мы давали автографы Это своего рода Очень такая мощная подпитка Для творческого человека Несомненно Вы на многих языках поете Белорусский Понятно, русский И я слушаю что-то по-английски Как вы поете Вremeе Дима 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 Субтитры сделал DimaTorzok